Казахстан Казахстан Иран и Китай Истории сопротивления, которые заставляют власть идти на попятном Долгожданный гость Зачем в Казахстан приезжал один из самых богатейших людей мира? Чемодан и денег у европейской чиновницы Коррупция в Европарламенте Евродепутаты Катар Итак, начнем выпуск Одной из главных неожиданностей недели стал Роскомнадзор Для тех, кто не в курсе Это организация Российская служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Вот только в последнее время надзирать в ведомстве стали и над казахстанскими изданиями На этой неделе сразу два отечественных новостных сайта получили предписание Сначала это издание «Власть КИЗ», а к концу недели портал «Информбюро КИЗ» У последнего потребовали удалить один из обзоров о войне в Украине А у редакции власти новости об обстреле российскими ракетами украинского города Венеции О числе погибших мирных жителей в Мариуполе В случае отказа обоим порталам пообещали включить в единый российский реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию Но угрозы не подействовали Наши коллеги заявили, что в своей деятельности руководствуются требованиями казахстанского законодательства И не будут удалять или редактировать материалы о ситуации в Украине по требованию российской стороны Кстати, это не первая попытка, в этом году подобные предписания получали как минимум 4 издания И лишь одно согласилось выполнить предписание Роскомнадзора Чтобы не лишать аудиторию другого государства доступа к своей информации И да, позади уже почти 10 месяцев войны И с каждым днем все меньше надежды на ее скорейшее окончание В вооруженных силах Украины заявили, что российская армия зимой будет готовиться к новому наступлению А весной, вероятно, снова пойдет в атаку на Киев Об этом глава ВСЕ заявил в интервью The Economist На этой неделе стало известно, что Финляндия начала подготовку к полномасштабной войне Вооруженные силы этой страны после российского вторжения в Украину Поменяли стратегию обороны и готовятся к нападению потенциального противника Пишет Хельсинген Санамат Это крупнейшая газета Финляндии Издание отмечает, что в последние десятилетия Финляндия покупала в основном поддержанную технику А вот теперь закупается только новой и самой совершенной техникой и вооружением Втажение России в Украине также заставило Финляндию и Швецию весной этого года подать заявку на вступление в НАТО Пересмотрев свои исторические нейтральные позиции Остается нестабильная ситуация на Запорожской атомной электростанции На этой неделе стало известно, что МАГАТЭ развернет миссии на всех украинских АЭС Параллельно продолжаются работы по созданию защитной зоны Запорожской АЭС Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретился в Париже с премьер-министром Украины Ранее стало известно о том, что участники переговоров по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС Близки к соглашению Наша основная цель – защитить Запорожскую АЭС И поэтому ведутся обсуждения под руководством генерального директора МАГАТЭ Гросси Это позволит нам полностью защитить эту АЭС Следующие недели будут решительными в этом отношении, чтобы мы могли защитить станции Есть вполне конкретная цель – чтобы они провели демилитаризацию этой зоны После вторжения России в Украину в феврале текущего года Аналитики и колумнисты ведущих мировых изданий стали говорить о рождении мирового порядка Беря пример с интеграционных союзов Запада, как военных, так и экономических Российский президент Владимир Путин стал прикладывать еще большие силы времени к созданию новой оси добра Как ее часто называют в России, которая ведет Москву к еще более тесному сотрудничеству с Пекином, Пхеньяном и Тегераном Лидеры западных стран не придают этому тренду должного внимания, а вот иностранные аналитики считают, что зря По их мнению, складывается мощный антизападный блок диктатур Хотя назвать такой блок добрым было бы преувеличением на фоне разрушительной войны в Украине И наша коллега, международный обозреватель Аида Хайдар пыталась разобраться, есть ли основания полагать, что ось добра России, Северной Кореи, Китая и Ирана сможет противостоять Западным Союзам и их ценностям Она уже с нами на связи в студии Аида, добрый вечер, я передаю слово тебе Милина, привет Да, после начала войны в Украине, Москва, Пекин, Пхеньян и Тегеран работали над улучшением своего сотрудничества Объединенные общими антимериканскими настроениями и антизападными целями, лидеры этих стран находят новые способы совместной работы как на тактическом, так и на стратегическом уровнях Колумнисты Вашингтон-Пост считают, что обстоятельства в мире, которые, надо сказать, часто тот же Китай или Россия сами создают, подталкивают эти страны к более активному, комплексному сотрудничеству И западным лидерам еще предстоит адаптировать свои стратегии И даже если в разговорах диктаторов о дружеских отношениях всегда есть элемент пропаганды, Запад не может игнорировать растущие признаки того, что автократы становятся более организованными, а это так или иначе угрожает интересам США и Европы Российско-Китайское стратегическое партнерство, которое Путин и Си Цзиньпинь установили в феврале в Пекине, набирает обороты в военной, энергетической и финансовой сферах Хотя Китай не поставляет оружие России напрямую, их военное сотрудничество продолжает углубляться Например, Китай направил 2000 военнослужащих для участия в совместных военных учениях Путина «Восток-2022», которые проходили в сентябре на Дальнем Востоке Путин и Си Цзиньпинь позже встретились в Узбекистане, чтобы еще раз подчеркнуть российско-китайское партнерство, превосходящее политические военные союзы эпохи Холодной войны Перед встречей две страны подписали ряд газовых сделок, которые будут заключаться в их собственных валютах Аид, ну такой намек на свою независимость от американского доллара, ну и, конечно, возможность избежать санкций США Аида, а что вот пишут об отношениях Ирана и России, России и Северной Кореи? Пишут, что когда-то всего лишь тактический военный союз между Россией и Ираном в Сирии не только поставляет России вооруженные беспилотники для использования в Украине, но также помогает уклоняться от западных энергетических и финансовых санкций В июле Путин посетил Тегеран, где подписал соглашение об энергетическом и торговом сотрудничестве А верховный лидер Айтула Али Хаминеи присоединился к нему, обвинив США и НАТО в войне в Украине Впервые за последние 10 лет потеплели довольно сильные отношения между Москвой и Пхеньяном В письме Кимчиныну в конце лета Путин, как сообщается, пообещал расширять все объемлющие и конструктивные двусторонние отношения между двумя странами Говорят, что Россия поставляет в Северную Корею пшеницу и энергоносители в обмен на дипломатическую поддержку в ООН Пхеньян также признал оккупированные Россией территории на востоке Украины независимыми государствами Разведка США считает, что Россия может купить миллионы артиллерийских снарядов у Северной Кореи Аид, но пока вроде никакой сделки информации нет, но если бы это произошло, это означалось бы, что Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН Отказывается от любых претензий на соблюдение собственных санкций ООН против Пхеньяна? А как на такие союзы реагируют, например, в Вашингтоне? Как пишут колумнисты Вашингтон-Пост, Запад не воспринимает всерьез эти потепления и сближения между Россией и Ираном или той же Северной Кореей Администрация Байдена считает, что общение Путина с изолированными диктаторами показывает, что он в отчаянии И потому политика США по давлению на Россию работает По мнению журналистов, такая линия имеет смысл как публичный обмен сообщениями, хотя на самом деле конкретных стратегий сдерживания пока не придумано Однако есть и другое мнение, что попытки Москвы создать автократический блок против Запада не увенчаются успехом Диктаторы не доверяют друг другу и есть пределы того, что Северная Корея и Иран действительно могут предложить Москве Между тем, растущая зависимость России от Китая в долгосрочной перспективе может сыграть не в пользу Владимира Путина Общее настроение западных аналитиков состоит в том, что просто сидеть пока сложа руки и надеяться, что автократы потерпят неудачу, нельзя Западные лидеры должны разработать последовательный ответ Первый шаг – признать расширяющийся авторитарный альянс и угрозу, который он представляет для их интересов Затем придумать новаторские военные, дипломатические и экономические стратегии, чтобы противостоять возросшему сотрудничеству автократов там, где это затрагивает западные интересы Да, я считаю, что это интересно и думаю, сильные мира сего осознают, что мир, разделенный на блоки, не лучший исход Да, Милина, трудно такое назвать новым мировым порядком, я бы назвала это новый мировой беспорядок Любая ответственная политика должна включать дипломатию, направленную на взаимодействие с противниками и попытку сохранить многостороннюю систему в целом Да, Аида, полностью с тобой согласна и в первую очередь сохранение мира Спасибо тебе за интересный обзор, я напомню, с нами на связи был наш международный обозреватель Аида Хайдар, мы продолжим И на фоне последних событий, как никогда понимаешь, как важно уметь находить компромисс на глобальном уровне и решать проблему исключительно дипломатическим путем На неделе Казахстан с визитом посетил один из богатейших людей планеты Это Гаутам Адани, значится он вторым в списке миллиардеров по версии Bloomberg В копилке 60-летнего бизнесмена порты и компании по производству и передаче электроэнергии А также добычи возобновляемых источников энергии и полезных ископаемых Именно поэтому общественность предпочла строить догадки, что в Казахстане Адани может заинтересовать Арселор Миттл По деятельности которой, кстати, генпрокуратура начала проверку Теперь незаконно переданные месторождения вернут Ну а пока Казахстан активно приглашает к себе крупных мировых инвесторов Жанна Алпызбаева следила на неделе за темой и готова поделиться выводами своими и выводами экспертов Жан, добрый вечер Ну вот недавно республику уже посещали Мир Катара, Шейх Аль Тани, президенты разных стран с бизнес-делегациями Да, Милина, вот Арабские Эмираты активно в последние годы инвестируют в Казахстан На неделе, кстати, обе страны договорились защищать вложенные средства дополнительными мерами В сторону восточных стран развернулась теперь и Россия с партнерами по ЕАЭС Понятное дело, Запад обложил санкциями, а торговать надо Но Казахстану и самостоятельно нужно искать партнеров В этом смысле их буквально под ручку приводит в страну МИД, заявил на днях Касымжомарт Токаев Подробнее через несколько секунд С Гаутамом Адани сначала встретился Касымжомарт Токаев Президент отметил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений И активно развивает транскаспийские международные транспорты маршрут По сути, вот они секторы, где глава Курды хотел бы видеть инвесторов Адани же заинтересован в энергетике, нефтехимии, возобновляемых источниках энергии Примечательно, что в ноябре этого года общая рыночная капитализация Адани Групп достигла 280 миллиардов долларов Тогда как в 2015 году составляло всего 16 Стоит отметить, что миллиардер не случайно прибыл в Казахстан Несколько месяцев назад казахстанская делегация ездила в Индию В составе замминистра иностранных дел и руководителей Казахинвест Аргументируют тем, что Казахстан является лидером по притоку прямых иностранных инвестиций в регионе Гарантируют безопасность, стабильность и выгодные условия Но и в завершении парируют тем, что с учетом геополитики ряд иностранных компаний дислоцируются именно в Казахстан Министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов После встречаются за рубежом, как говорится, под ручку привозят инвесторов к нам Есть разные мнения экономистов на сей счет Одни говорят, что для прагматичного Запада мы уже не привлекательны И в зоне повышенного риска И понятно, почему нами интересуются новые партнеры Эксперты считают, что активно в ближайшие годы начнет инвестировать и Турция А есть и скептично настроенные аналитики Например, Айдархан Кусаинов советует не строить иллюзии насчет приезда индийского миллиардера На самом деле, то, что миллиардеры и политические деятели ездят по разным странам Это политический, экономический туризм Договоритесь, заплатите, к вам кто угодно приедет Это вообще никак не показать интересы или чего-то еще Это у нас любят разговаривать о том, что это какой-то признак или показатель В принципе, относиться к подобным визитам нужно ровно таким же образом, как вы знаете у нас Торжественно перерезают ленточки заводов, чтобы отчитаться по госпрограмме А потом эти заводы не работают По мнению эксперта, не случайно президент Тукаев пообещал следующий год непростым Негативные сценарии только развиваются Это еще не финал, это первый момент А второй момент, самое главное и важное, что текущая экономическая и денежно-кредитная политика Она не оставляет никаких шансов на улучшение Если не будет изменений в экономической политике Тогда мы будем вот так же затухать, чахнуть и ухудшаться Ну еще год, два, три До тех пор, пока уже терпеть будет невозможно И основной тренд, к сожалению, высокая инфляция Темпы роста потребительских цен и цен производителей в этом году достигли максимумов за последние несколько десятилетий Но государство оказалось между двух огней С одной стороны, необходимость соблюдения правил рыночной экономики И невмешательства в дело бизнеса С другой, недовольство высокими ценами граждан страны На этом у меня все Жан, спасибо тебе за интересный обзор Я напомню, с нами на связи был наш политический обозреватель Жанна Алпызбаева И мы продолжим Самые масштабные забастовки медицинских работников в Британии Как пишет газета Times Около 100 тысяч медсестер и медбратьев вышли на пикеты в стране Что могло привести к отмене операций и приемов у врачей для 140 тысяч пациентов Забастовка медработников еще сильнее усугубила ситуацию в британских больницах Система здравоохранения Великобритании и так уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников А тут работники требуют повышения заработной платы на 19% Министр здравоохранения Стивен Баркли заявил, что любое дальнейшее повышение заработной платы будет означать Изъятие денег из передовых служб и устранение проблем отставаний в отрасли после пандемии COVID-19 Мы рассматриваем этот вопрос всесторонним и понимаем, что граждане столкнулись с более высокими налогами, стоимостью жизни Мы рассматриваем эти вопросы, потому что мы признаем огромный вклад, который мы увидели от медсестер во время пандемии И поэтому в прошлом году медработники получили дополнительные 3%, когда другие в государственном секторе не получали никаких надбавок Но мы должны понимать, что сейчас может позволить себе наша экономика И просить о повышении заработной платы на 19% это намного выше того, что получает большинство всех жителей В Европейском Союзе разразился один из крупнейших коррупционных скандалов в истории По подозрению в получении взятки арестована вице-президент Европейского парламента Ева Кайли Во время обыска дома Кайли полиция нашла 600 тысяч евро Следственный судья Брюсселя предъявил ей и еще трем чиновникам обвинение в принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции Исходя из обнародованной информации, Кайли и остальные подозреваются в получении взяток в обмен на создание положительного образа катера И распространение позитивной информации о положении трудовых мигрантов в этой стране в канун чемпионата мира по футболу Право на проведение которого, как известно, страна получила Чиновницы и представители страны Персидского залива отрицают какие-либо правонарушения Сам процесс европейские СМИ уже прозвали каторгейтом А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн предложила создать новый орган по этике для всех институтов ЕС Реакция на коррупцию должна быть твердой, решительной Мы должны идти до конца и никаких скидок делать нельзя От этого зависит достоверность, от этого зависит доверие к Европейскому Союзу и доверие к нашим народам Поэтому мы потребуем, чтобы происходящее было тщательно расследовано, потому что рамки действительности разрушительны А тем временем Иран исключен из комиссии ООН по положению женщин Голосование было проведено по инициативе США ООН обвиняет Тегеран в нарушении прав женщин В том числе право на свободу выражения мнений и жестоком подавлении антиправительственных протестов Они начались в середине сентября после смерти Махса Амини, арестованной за неправильное ношение хиджаба Вскоре акции распространились по всей стране Но пока далеко за пределами Казахстана голосуют за женские права У нас в стране в результате насилия погибает более 400 женщин ежегодно Только с начала этого года в полицию поступило более 100 тысяч заявлений о семейно-бытовом насилии в казахстанских семьях Но сколько из них дошло до суда? Одно дошло точно Героиня нашего сегодняшнего интервью ждет наказания для своего экс-супруга И расскажет на всю страну о том, что принято называть свои скелеты в шкафу О проблеме, с которой нужно бороться незамедлительно Прямо сейчас в моей аналитике Бьет, значит сядет Каждая третья женщина в мире становится жертвой насилия Безработный, злоупотребляющий горячительные напитки, мужчина до 45 лет Таков портрет бытового насильника в 21 веке, по мнению психологов Страдают от рук домашнего тирана в основном женщины В этом году меры наказания за абьюз в Казахстане ужесточили Расширили полномочия участковых, ввели ряд норм Но поможет ли все это? Чтобы напомнить об этой проблеме еще раз, мы решили поговорить с казахстанкой Которая пережила все это сама и нашла в себе силы уйти с тремя детьми от того, кто переступил все моральные принципы Это был 2020 год В социальных сетях я была очень активна И мне очень много писали мужчин, парней, которые желали со мной познакомиться В том числе оказался мой бывший супруг Который прям извил В плане того, что он писал каждый полчаса Час, наверное, каждый час То есть я не могла от него никак не заблокировать его Потому что вроде бы он и не угрожал, ничего плохого не писал Но в то же время, на тот момент я могла бы это понять, что это какой-то абьюз С этого дня у меня начались преследования В плане того, что он узнал, где я живу Он приходил ко мне домой ежедневно в течение двух месяцев То есть я просто даже элементарно не могла выйти на улицу за хлебом Он просил мои руки И это было романтично, даже не романтично Это было в одном из торговых центров Алматы Где я ему просто отказала И на тот момент он меня просто начал душить Почему-то, да Я ему говорю, ты что делаешь, там, отпусти меня И начала вызывать охрану И на тот момент почему-то я не понимала, что это был какой-то вот такой знак Где я должна уже идти назад Нет, почему-то я подумала, что человек просто влюбленный И он остепенится и так далее Надежда все равно была Нет, как правило, такие люди не меняются Психологи считают подобные действия психическими расстройствами Но даже если это и так Где гарантия, что человек пойдет лечиться Тем более в нашем обществе, где не принято ходить к специалистам или семейным психологам И знаете парадокс, что все это происходит там, где женщины вообще-то должны себя чувствовать в полной безопасности Первый удар я получила в 2017 году, когда будущая была уже беременна на первого ребенка, нашу дочь Мариану Он объяснял тем, что его не устраивает, что я его контролирую, что он хочет, например, выпить дома Он должен петь, потому что он мужчина, он должен решать, что он хочет, то есть он не должен советоваться с женой, тем более со мной Он мог просто вначале прийти тебя ударить, например, по голове, да, там по щучине, да И когда ты, соответственно, любой человек, у каждого человека есть защитная реакция Когда ты также нападаешь, соответственно, человек, который весит там 8-100 килограмм Или я хрупкая, да, которая вешает там 54 килограмма Это вообще, ну понимаете разницу И вот эта вот защитная реакция приводила к драке На тот момент влияние родственников, что скажут они, что скажут общество, что скажут люди, которые вокруг тебя живут Это было важнее, и приходилось терпеть Это было терпение длиной 4 года После домашнего насилия женщины стесняются обратиться за помощью в полицию или специальные группы поддержки Но здесь важно, чтобы эта проблема стала публичной И женщины поняли, что они не одиноки в этой ситуации Понятное дело, что на всем постсоветском пространстве не принято говорить о том, что происходит у тебя в семье А вот в европейских странах для жертв домашнего насилия есть горячие линии А полиция приучена реагировать на такие сообщения, как на полноценные преступления В Германии, например, стараются не жертву прятать от преступника, а насильнику дать понять, что это ему придется покинуть свой дом и привычную среду обитания Лозунг «Уходит тот, кто бьет» стал символом изменения мышления в государстве и в обществе У полиции есть право выставить насильника из квартиры, если он проживал в ней вместе со своей жертвой В ситуации с нашей героиней участковый просто развел руками Мол, ничем помочь не можем, проблемы ваши, ведь в чужой монастырь со своим уставом не ходят Я терпела, ждала, что человек поменяется, но когда он уходил куда-то в загул, на пянке какие-то, я хотела, чтобы с ним что-то случилось Но это чтобы случилось не у тебя дома, а чтобы он где-то в ДТП, может, попал Или кто-то его избил, чтобы он на кого-то напал, чтобы он за это получил в пяном виде И это будет для него урок, и он перестанет, понимаете? Не дала шанс в 2020 году, когда он просто пришел к гулянке, три дня его не было Пришел не в трезвом состоянии и начал устраивать скандал И просто начал выбрасывать мои вещи с балкона Я успела вызвать участкового инспектора, который пришел, который, к сожалению, ничего не мог сказать, ничего не мог сделать, потому что он сказал Извините, это семейное бытовое отношение, мы не можем влезть в ваш... Вы живете в одной квартире Я говорю, вы же видите, он меня избивает После было еще хуже, потому что в течение года я получала телесные повреждения, избиения еженедельно В конце недели обычно во дворе своего дома я съехала от него, я жила отдельно с детьми Он просто приходил во двор, просто устраивал скандал и просто нападал Теперь становится понятным тот факт, почему казахстанские женщины не обращаются за помощью в правоохранительные органы Они не верят, что им помогут По данным Академии правоохранительных органов Казахстана, от 70 до 90% женщин, страдающих от мужа-агрессора, долгое время не обращаются в полицию Но в Казахстане хотя бы существует закон о профилактике бытового насилия, который приняли 4 декабря 2009 года К слову, мы были первым государством в СНГ, где был принят такой документ Но были у этого закона и серьезные недостатки Все те меры не предупреждали насилие Этот закон юристы называют косметическим На бумаге он вроде бы соответствует международным стандартам, но на практике неэффективен А вот в России словно изобретают велосипед, придумывая свои законы против домашнего насилия Вместо того, чтобы подписать уже имеющуюся Стамбульскую конвенцию Это первый международный договор и основополагающий документ в борьбе с домашним насилием и с насилием в отношении женщин Конвенция была подписана 46 странами и Европейским Союзом А вот в Кыргызстане и вовсе на днях предложили публиковать на сайте МВД с указанием фамилий бытовых насильников Но если, конечно, вина их будет доказана Возможно, именно этот метод и помог Венере в свое время Рассказать и показать всей стране свою историю У меня трое замечательных дочерей, которые родились почти погодками То есть каждый раз я давала человеку шанс Потому что я мечтала о том, чтобы у меня дети жили в полноценной семье И я хотела, чтобы это все пропадет, точнее, это все исчезнет, когда у меня родится очередной ребенок Почему я добилась каких-то результатов? Благодаря тому, что я вышла в социальные сети и начала кричать Я начала стучать во все двери, которые были закрыты, где еще открыты были Открыты были это те люди, которые выходили в социальные сети Это наше руководство, да, именно ДВД города Или те люди, которые вот честно хотели помочь Но, кстати, вот этих, желающих помочь было очень мало Я только начала жить полноценно, дышать полной грудью Начала выходить в свет, начала общаться с людьми У меня, благодаря тому, что вот у меня вот эта вот в жизни ситуация случилась У меня очень много знакомых, поддерживающих людей появилось Если человек один раз, вот первый год вашего брака проявил хоть какое-то, да Не то что избиение вообще не говорю, а просто даже неуважение к вам Даже словами, берите вещи, просто уходите У вас жизнь настолько, вот у вас одна жизнь, пожалуйста, берегите, любите себя На самом деле мне, у меня на тот момент не было людей, которые могли бы мне это сказать Сказать, бери вещи, просто уходи Даже если ты будешь на улице жить, ты будешь спокойно нервами жить Основная проблема с бытовым насилием в Казахстане в том, что большинство случаев относят к административным, а не к уголовным правонарушениям Несмотря на позитивную статистическую динамику, реальная ситуация с семейным насилием у нас в стране очень плачевна В ситуации с Венеры ей удалось довести дело до суда Из года в год общественники и неравнодушные люди говорят об ужасе, с которым сталкиваются жертвы бытового насилия Это невозможность скрыться от агрессора, отсутствие поддержки со стороны властей И что самое страшное, непонимание со стороны тех, кто не сталкивался с бытовым насилием Мол, стерпится, слюбится, но терпеть и мириться с этим нельзя И возможно, героиня нашего интервью права Порой лучше уйти в никуда от такого человека, но зато остаться со здоровыми нервами и сохраненной жизнью И после всего услышанного кто-то до сих пор согласен с выражением Бьет, значит любит И мы продолжаем выпуск Новая Зеландия первая в мире ввела закон, запрещающий курить следующему поколению То есть всем, кто родился после 1 января 2009 года Им просто не будут продавать сигареты Об этом пишет The Guardian Эти законодательные обновления являются одними из самых строгих в мире Нарушение запрета будет наказываться штрафами до 100 тысяч долларов США Табачные изделия будут продаваться только в специализированных табачных магазинах Количество магазинов, которым будет разрешено продавать сигареты, сократится с 6 тысяч до 600 Кроме того, закон предусматривает ограничения на долю никотинов в табачной продукции Полностью избавить страну от табачного дыма правительство Новой Зеландии стремится к 2025 году Но количество курящих в Новой Зеландии без того уже очень низкое Только 8% взрослых курят ежедневно Полтора года назад этот показатель составлял почти 9,5% А сейчас о других событиях в мире коротко В Греции проходят демонстрации из-за убийства подростка полицейским Напомним, в Салониках скончался 16-летний подросток Раненый полицейским из огнестрельного оружия во время погони На автособравке парень не заплатил 20 евро за бензин и уехал на легком грузовике Полиция открыла стрельбу Беспорядки проходят сегодня в трех самых крупных греческих городах Афинах, Салониках и Патрах Демонстранты забросали камнями здание управления полицией и поджигали машины В ответ полиция применила химикаты и светошумовые гранаты По всей Греции объявлен красный уровень тревоги В результате оползня в Малайзии погибли 18 человек Десятки пропали без вести Почти 400 человек ведут поисково-спасательные работы Оползень сошел в штате Силангор на окраине столицы Куала-Лумпур Стихия разрушила ферму, рядом с которой располагался кемпинг На момент трагедии в лагере находились 94 человека 53 человека удалось спасти Семеро из них госпитализированы с травмами Судьба еще 17 туристов пока остается неизвестной Серия мощных торнадо обрушилась на американский штат Луизиана Погибли три человека, в том числе ребенок Еще десятки получили ранения Разрушены жилые дома Повалены деревья и оборваны электрические провода Тысячи американцев остались без света Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки на Луизиану Обрушится новый мощный ураган И призывают американцев прятаться в специальных убежищах В Турции восемь полицейских получили ранения В результате подрыва машины Известно, что взорвался автомобиль Припаркованный рядом с рынком на трассе Дейяр-Бакыр-Мардин Микроавтобус с полицейскими перевернулся Раненых сотрудников доставили в больницу На место взрыва выехали пожарно-спасательная часть Бригада медиков и спецназ Двое подозреваемых задержаны Ну и напоследок Одна из любимых новостей нашей программы Про животных Стал известен главный победитель фото-конкурса Камеди Уайдлайф Фото Авардс 2022 года На участие было подано больше 5000 заявок из порядка 85 стран Мнения большинства сошлись Самым забавным снимком 2022 года По версии Камеди Уайдлайф Фото Авардс Стал вот этот кадр Под названием Так себе кошачьи рефлексы На снимке фотограф из США Запечатлела трехмесячного львенка Ей же принадлежит и вот этот кадр Который вы видите сейчас на своих экранах Очаровательные пингвины были сняты на Фолклендских островах Но вообще, если честно Все участники этой масштабной фотосессии Прекрасны по-своему Что ж, надеюсь, таких позитивных новостей В мире будет как можно больше Это были главные события уходящих семи дней О которых мы хотели вам рассказать Мы же увидимся в следующую субботу В 20.00 на телеканале Атамикин Бизнес На сегодня все До свидания И берегите себя Субтитры сделал DimaTorzok